Проект называется «Наземно-космический интерферометр». Проект абсолютно исключительный, и мне не стыдно об этом говорить. В чём его исключительность? Исключительность проекта в том, что уникальный борт, научный борт, это антенна, которая из 27 углепластиковых лепестков, твёрдотельная антенна, она раскрывалась по команде в космосе и создавала единую поверхность радиотелескопа. То есть это необыкновенный конструктив, который удивил весь мир. Кроме того, бортовой научный комплекс состоит из 21 прибора. И весь интерес в том, что обычно в космических проектах, которые делает Академия наук, на борту стоит много приборов, но, как правило, каждый из них работает автономно. Сложность нашего проекта в том, что если из этого 21 прибора не сработал хотя бы один, то весь борт, то всё бы не работало. То есть весь борт составляет практически единый прибор. И вот эти приборы выполнялись многими российскими организациями, многими иностранными организациями. Уникальный прибор, который впервые взлетел на борту космического аппарата в космос, это бортовой водородный стандарт частоты. То есть это новая технология, которая позволит нашей космонавтике делать более точные, получать более точные результаты в совершенно разных направлениях исследований космоса. И, кстати, Земли из космоса тоже. В нашем проекте неогновенно серьёзное значение имеет Земля, потому что это наземно-космический интерферометр. Значит, нужно, чтобы одновременно космическая антенна и земные антенны смотрели на один и тот же космический источник и получали от него сигнал. Всё это должно быть обязательно абсолютно точно сфазировано. И сейчас Земля наша научная состоит из трёх частей. Значит, первое, ну, нельзя сказать, какая из них главная, просто без них работать нельзя. Значит, один из элементов – это наземная станция слежения. Это аппаратурный комплекс сложнейшего устройства, который установлен на радиотелескопе Академии наук РТ-22, который находится в Пущино. За год работы что делает станция слежения? Она получает от системы высокоинформативного радиоканала, который создан специально в проекте для передачи научных данных. Очень часто при небольших объёмах информации пользуются служебные радиолинии аппарата. У нас была создана отдельный высокоинформативный радиоканал, вот эта линия, который исполнял РКС, ОАО, ракетно-космические системы, делали бортовую часть. И вот эта антенна-ВИРКО, остро направленная о важности юстировки, о которой говорил Владимир Евгеньевич, она должна точно уметь передавать сигнал на антенну наземной станции слежения. Это одна часть наземного комплекса. Вторая часть – это практически все крупнейшие радиотелескопы мира. Значит, из российских телескопов с нами будет работать Калязинская антенна РТ-64, принадлежащая ОАО КБМИ. Сейчас работает в проекте очень активно украинская антенна в Евпатории РТ-70. Вы понимаете, что 70 – это диаметр антенны. Кроме того, работают две американские антенны. Варисиба – 300 метров диаметром, она неповоротная. И 100 метров – ВЛА – антенна американская. Работают две итальянские самые крупные антенны. Работает испанская антенна. Работает 50-метровая японская антенна. И работает весь комплекс австралийских антенн. То есть сегодня весь мир настолько заинтересован в нашем проекте, что все радиоастрономы мира принимали участие в том совещании, которое прошло у нас буквально в июне месяце. У нас есть такая организация, которая называется «Научная группа управления проектом». И туда, в эту группу, входят ведущие радиоастрономы всего мира. Сегодня мы отмечаем годовщину с момента запуска. Был успешно раскрыт радиотелескоп. Это параболическое зеркало, параболическая антенна, сделанная из углепластика. Такая конструкция реализована впервые и имеет большое количество приложений для космической связи в будущем. Она обладает очень высокой точностью. И вот создан космический интерферометр, фактически позволяющий решать те задачи, как если бы мы построили радиотелескоп с параболической антеннами размерами от Земли до Луны. Около 300 тысяч, 380 тысяч, если до Луны это будет, километров размерами. Ясно, что такой телескоп даст огромное разрешение по исследованиям удаленных источников, и можно будет решать целый ряд важнейших задач, которые сейчас имеются в астрономии. Создана специальная станция приема информации. Она пока уникальная, впущена под Москвой. Антенна параболическая тоже диаметром 22 метра. И вот здесь группа наших коллег, которые связаны с приемом информации с космического радиотелескопа. И в настоящее время создаются такие же станции приема в Соединенных Штатах, недалеко от Вашингтона, и в Южной Африке. Мы приступили сначала к самым простейшим исследованиям, поскольку радиотелескопов в одиночку изучающих отдельные объекты просто не было. И вот сканирование, то есть изменение направления на источник и около него, дали вот такой отклик сигнала, который здесь показан. А справа имеется изображение, оптическое изображение, которое имеется уже в настоящее время от источника, который излучает радиоволны, связанные с тем, что 300 лет тому назад был взрыв звезды в созвездии Кассиопеи. Вот излучение от остатков взрыва доходит до нас и дает радиосигналы в настоящее время. Здесь показано наблюдение импульсов радиоизлучения, которые приходят от другого взрыва звезды. Взрыв произошел в 1054 году, во время царствования Владимира Мономаха на Руси. А сигналы этого излучения мы принимаем в настоящее время. Почему? Потому что в центре этого изображения образовалась нейтронная звезда с гигантским магнитным полем. И эта вращающаяся звезда с магнитным полем дает периодические импульсы 33 раза в секунду, а в течение часа несколько раз дает исключение очень мощных импульсов. Здесь вот наблюдение области звездообразования на самой короткой волне проведенной одного из источников уже в нашей галактике тоже показывает сложную структуру этого района. Одним из предположений, сделанным несколько десятилетий назад нашим великим соотечественным профессором Шкловским, что вот эти мазерные линии излучения может быть связаны с областями, где образуются планеты. И мы сможем увидеть реально планеты, которые только начали двигаться вокруг образующейся и еще не полностью сформировавшейся звезды. В июне месяце было совещание в Пущино, в Наукограде Пущино, где находится наша радиообсерватория, где находится центр приема информации. Присутствовали представители всех крупнейших обсерваторий Европы, Индии, Японии, Австралии, Канады, Соединенных Штатов. И они полностью одобрили ту программу, которая прошла в течение этого года и наметили планы на исследование будущего года. Значит, они подтвердили активное участие всех крупнейших телескопов в этой программе и наметили конкретные объекты для проведения исследований. Я бы хотел кратко остановиться на еще одном эксперименте, который установлен на спутнике «Спектр-Р». На самом деле, кроме эксперимента «Радиоастрон», у нас еще есть на этом спутнике так называемый эксперимент «Плазма-Ф», предназначенный для исследования солнечного ветра. Солнечный ветер — это поток плазмы, который постоянно распространяется от Солнца и заполняет собой Солнечную систему. Не путать с солнечным ветром, который состоит из фотонов. Для исследования этого солнечного ветра институтом космических исследований был подготовлен эксперимент, состоящий из трех приборов, сделанный в широкой международной кооперации с участием России, Украины, Чехии, Словакии, Китая, Киргизии. И всего это, в отличие от основного эксперимента «Радиоастрона», очень небольшой эксперимент весом всего 12 кг. Эта платформа «Спектр-Р» очень удобна, этот спутник очень удобен для таких исследований, потому что орбита вытянутая, уходит к Луне, и 8 дней из 9 периода орбиты мы проводим солнечный ветер. Главный аспект, который я хотел отметить, это такая потребность в открытии. Вот у нас спрашивают, ну что же, вы вот летаете, а где открытие? А что открыто? А что обнаружено? А когда это будет? Даже должен вам сказать, что даже наземная радиоинтерметрия со сверхдлинными базами имеет какой-то цикл своей работы. Вот мы на Земле еще не было, когда этого спутника задавали задания в заявке на наземные телескопы, они проводили наблюдения, потом эти данные поступали на коррелятор, в корреляторе мы их обрабатывали, потом анализировали, получали изображение. Этот цикл примерно один год вот просто разумно, если не совсем. Быстрее его сделать нельзя. С нашим же инструментом еще сложнее. Сам по себе он ничего не видит. То есть он видит излучение ярких объектов, но они без стоимости. Только когда мы сопоставляем два ока, один далекий, другой близкий на Земле, мы начинаем видеть некие эффекты. Зрение наше, как в микроскопе, увеличивается. И проект, конечно, направлен на открытие, потому что мы сделали орбиту с очень большими удалениями. Был спутник такой весовый, он летал только на 20 тысяч километров. И практически ничего, в три раза у него разрешение было душе, он ничего не внес. Мы же сделали в десяток раз больше. И теперь наша задача смотреть выбранные объекты с разных позиций. Не просто раз, посмотрел и все. С этого результат маленький. Мы бы продемонстрировали всякие интерферационные отклики. Они пока ничего, кроме того, что способен корабль и действует, мохинструмент вообще не действует, скажем, на удаление от Земли перестал показывать интерферационные отклики, потому что объекты все большие. Нет, объекты все действительно маленькие, в них есть эти детали, их можно разглядывать, но нужно каждый объект посмотреть в течение года, как минимум, с разными проекциями положения аппарата на орбите. Он не просто так его навести куда-то, у него много ограничений, он не может смотреть в сторону Солнца, он должен быть связан все время с Землей, поэтому запрограммировать что-то, изучить один объект в течение недели никак нельзя, у нас 9 дней только период обращения. Поэтому сейчас только начаты, вот с февраля начата научная программа, она дает только первые шаги о том, чтобы показывать перспективы этих исследований, оправданы. Мы действительно имеем инструмент, который видит очень хорошо. А что касается, значит, открытий, ну их, наверное, надо ждать в течение следующего, второго года существования. И, конечно, мы должны обобщить данные, полученные 1, 2, 3, 4, 100, у нас в потенциале тысячи объектов, которые нужно исследовать, сопоставить эти измерения и тогда сделать заключение от природы того излучения, которое исходит из этих окрестностей черных дыр. Поэтому не следует ожидать внезапно завтра объявления, что мы что-то неожиданно открыли.